Девушки отдыхают Девушки отдыхают В роли представителя этого коллектива Сегодня именно Классик Напомню, что Классик является чемпионом Старкрафт 2 Старлиги и Глобал Старкрафт 2 Лиги В обеих индивидуальных лигах Кореи он уже побеждал Было это в GSL в 2014 году Это один из тех финалов, где проигрывал Су А в SSL в 2015 Там Классик переиграл Дрима своего товарища по команде В финальном поединке Так что Классик очень титулованный Такой протос, матерый, мастеровитый Но протос, который Ну вот такое ощущение, что в течение всей своей карьеры Как-то выступал без блеска Вот никогда не называли Классика Прямо абсолютно лучшим игроком в Старкрафт Ну вот не было такого Да, становился чемпионом GSL Да, становился чемпионом SSL Ну и так спокойно воспринимали Вроде да, там он чемпион Хорошо, но Никогда вот не Не было у него статуса Который был, например, у Зеста совсем недавно Статуса прям сильнейшего игрока в мире Чтобы ни у кого не возникало Вопросов не малейших Да, такой же статус когда-то был у Лайфа Когда-то был, может быть, у Мару Когда-то был, наверное, у СОС Такой статус даже Со всеми поправками на его нестабильность Вот у Классика такого статуса не было Все время как-то его немного недооценивали И несмотря на то, что человек успел добиться того Чего добились единицы во всем корейском Старкрафте Опять же, там одним из лучших протосов в истории Старкрафта Его тоже вряд ли назовут Незаметный, но очень эффективный игрок Классик с точки зрения результатов, которые он показывает И в этой группе тоже наверняка Его как-то склонны списывать со счетов Мол, не, ну тут же есть Ти Вай Ти Вай там точно должен победить Дальше все-таки как-то надо и Рогу выходить из группы Да и Гумихо очень хорош на паралиге А мне вот кажется, что Классики едва ли не главный фаворит Этого квартета, даже может быть такой скрытый фаворит Посмотрим, чего он в итоге добьется Давайте смотреть на Билдордеры в первом сете Про Классика я вам уже рассказал Немножечко про Гумихо, наверное, расскажу немного позже Наверное, самая примечательная деталь биографии Классика Заключается в том, что когда-то, да и вообще не так давно Года три назад он играл за Террано А потом в один момент ему пришла в голову замечательная идея Начать играть за расу Протосов И с тех пор Классик как раз выиграл несколько титулов В мире второго Старкрафта Очень интересная история Отнюдь не уникальная Странно, что Гумихо такая идея в голову не пришла Гумихо наоборот В свое время был рандом Единственным рандомом на Global Starcraft 2 Лиге Но вот затем перестроился почему-то именно на Тернов И сейчас за Тернов показывает очень интересный билдордер Обратите внимание Игра через Циклонов с апгрейдом на урон от Локона Такой билдордер мы уже видели от Мару Не далее, как позавчера На всякий случай не будем говорить, чем там закончились эти билды В его исполнении Но насколько я успел понять Задумка этого билда Это выход с тремя циклонами с этим апгрейдом В чем смысл? Смысл в том, что Идя вперед этими циклонами С апгрейдом вы можете очень быстро убивать пилоны А вот тут очень интересная история Тут оракулы хотели было взять и забрать одного из циклонов Но посмотрите, как товарищи вступились за своего коллегу И как же красиво двумя циклонами Гумихо зацепил двух разных оракулов Бросил скан вперед И оракулов отправил в мир иной И в это время уже пришел пешком вперед своими морпехами Ах, там даже Мазершипкора нет Там оверчаджить нечего Тут весь смысл билда в том, что циклоны могут очень быстро Убивать пилоны под оверчаджем Но тут-то оверчаджить нечего GG 1-0 Хе-хе Вот это поворот Вот это быстренько Гумихо с классиком справился Смотрите на этого парня Посмотрите на этот билд Хороший билдор, дорогие господа Надо будет попробовать как-нибудь Сыграть так затерянно Красиво все получилось Конечно, классик сам виноват, что он тех двух оракулов отдал Тут, по сути, если бы два оракула классика выжили То потом, что получается Потом у классика дома несколько адептов В идеале пилоны верчадж И три оракула И он это все просто сносит с карты Таким составом войск Но вот идеала не получилось Адепты там поодиночке отдавались В... Ну, скажем так, в открытом пространстве Где мне обязательно было находиться Оракулы очень неудачно, конечно, прилетели Вот Молодец, Гумихо, классно поймал Мне кажется, ему немного повезло Я вот рискну, так сказать Я рискну сказать, что ему немного повезло Если бы те два оракула прилетели Ну, например, к нему на мейн Гумихо Когда пошел вперед терн Вот как только его три циклона покинули локацию Если бы те два оракула прилетели к нему на мейн То Гумихо был бы очень бедный Но тут все так здорово сложилось Что оракулы в итоге напоролись именно на циклонов И, конечно, для классика эта потеря стала фатальной МВП Чикенмару Гумихо Гумихо Из команды МВП Чикенмару Лидер эйс этого коллектива на ваших экранах Гумихо В 2010 году начинал свою карьеру в качестве Игрока за рандом Чем он мне необычайно близок И с тех пор я так Гумихо немножко симпатизирую Никогда за него не болел Прям как за Сами знаете кого Но вот Гумихо уже много раз говорил Мне очень симпатичен По самым разным аспектам его карьеры И то, что он начинал за рандома В 2011 году перестроился на терна И с тех пор только за терна играет Это во-первых А во-вторых Очень трудолюбивый парень Вот необычайно вырос Гумихо Как игрок за те несколько лет Что он провел во втором Старкрафте И, ну вроде бы это логично Да, ты же не можешь топтаться на месте Несколько лет Но, я говорю, вырос даже Не столько в абсолютном масштабе скилла Понятно, что Скилл растет у всех игроков Вырос и относительно Своего статуса в корейской сцене Даже в 2011 году Когда Гумихо там здорово котировался Но это был типичный середняк Сейчас Не считать Гумихо там Хотя бы топ-5 терном Корее Это, наверное, абсурдно Гумихо это едва ли не единственный терн Который А. Великолепно проявляет себя на пролиге Б. Еще и при этом здорово выступает В индивидуальных соревнованиях И мне кажется Ну кто с ним на одном уровне Ну Ти Вай с ним на одном уровне Безусловно Мару, наверное, где-то недалеко Учитывая те результаты Которые он на пролиге показывает Хотя, конечно Есть определенные нюансы Может быть, к Юру Которого тоже хорошее выступление В индивидуальных соревнованиях Ну, наверное, как-то Бьян, говорят Ну, Бьян на пролиге не играет Это сложно судить Как бы он выступал В условиях Если бы ему пришлось совмещать И пролигу, и индивидуальные соревнования Но в целом Учитывая то Как здорово Бьян выступает На ЧСЛ Я с вами соглашусь Вот мы, в принципе, и набрали Топ-5 теронов Кореи В которые, опять же, Гумихо Входит абсолютно точно Очень трудолюбивый игрок Талант там местами Весьма и весьма обделен С точки зрения Там, скорости реакции С точки зрения Какого-то Супер-мультитаска Ничего этого у Гумихо В общем-то и никогда не было Но он берет свое другим Он берет свое Тяжелой работой И Он берет свое Очень хорошо продуманными Интересно Исполненными билдами Особенно на пролиге Мы постоянно видим от него Очень необычные билдордеры И постоянно видим от него Очень интересные задумки Ну и вот именно на задумке Именно на билдордере Он соперника переиграл В стартовом сете На Frozen Temple Сейчас Dusk Tower Сейчас совсем другая карта И Даже если вы Переживаете за Гумихо Я советую вам Вспомнить о том Что сегодня По какой-то очень странной Я не знаю Договоренности Может быть Между игроками И организаторами У нас снова Джисел Джаджмент Запланировано На третий сет Поэтому я бы Очень хотел Чтобы сейчас победил Классик И мы с вами Таки увидели Джаджмент Не сумели мы Увидеть Первый сет На этой карте В рамках Противостояния Рога И Тиуая Поскольку там Все закончилось Именно со счетом 2-0 Но вот Совершенно неожиданно Во втором Вычеркивании Подряд Джаджменту Не нашлось места А нашлось место В списке карт Которые Оказались Выделенными Под это БО-3 И Джаджмент Мы по идее Должны увидеть Я очень По крайней мере На это надеюсь Вот такие дела Тем временем Что мы видим В сете Номер 2 Что мы видим Сейчас на карте Dusk Towers Здесь вроде бы Все довольно стандартно Со стороны Протаса Поскольку от него Мы видим просто Третью базу Через 3 гейтвей У него делается Блинк У него Работает Роботикс Производятся Апсерверы Очень активно Для того чтобы Получить полноценный Контроль карты Гумихов в свою очередь Играет такой Немножко ТВЗшный билд Он чуть-чуть по другому Был исполнен Это не один в один То что мы видим В матчапе против зергов Но в целом Концепция та же Дроп мариков Со стимпаком И явно Задумка этого Билдордера Заключается в том Чтобы полетать Немножко между Третьей и второй Базой протаса Уж больно Удобно это делать На карте Dusk Towers Дропнул Натурал Там высадился Садился обратно Полетел на третью В это время Следующим дропом Прилетел на мейн На Dusk Towers Конечно так делать Терном одно удовольствие Так что Нас не должна удивлять Подобная стратегия От Гумихо Сейчас посмотрим Не пойдет ли все Для него наперекосяк Учитывая то что У протаса готов Блинк И в любой момент Может классик Серьезно пресечь Эти дропы Красиво сейчас Гумихо просканил Убедился Что соперник все-таки Большей части сталкеров Находится на натурале Но все равно Не смог высадиться На третью Сейчас момент истины Это дроп на мейн Вот сможет ли классик По трем направлениям Отбиться Но у классика Кругом великолепно Расставлены Обсерверы Вот чем он хорош У него очень здорово Проработан Такой стандартный Стиль игры И у него Всегда очень хороший Контроль карты Он вот в таких моментах Не уступает Многим другим Сильным протасам Сейчас Глупо он довольно Взорвался на минке Некрасиво получилось Минку Сплэшем Потерял вместе Со сталкером В смысле Обсервера Сплэшем потерял Вместе со сталкером На залпе мины Но Это мелочи жизни Очень красиво Пока держит Оборону Классик Не прикопаться К нему Не подойти Ни с какой стороны Не подлететь Ни на какую локацию Все очень четко Все очень грамотно Кругом Обсервера Развешенный Гумихо Их пока Не видит Найти Просканить Не может И поэтому Я вообще не вижу Никаких аутов Для Гумихо То есть он не может Нанести сопернику Сколько нибудь Серьезный урон У протаса уже делаются Апгрейды 1-1 Делается апгрейд На скорость атаки Адептам Войска классика Рассредоточены По разным локациям Но у него тут есть Пилон Эверчатш Правда Минус центре Это очень неплохо Но за них Гумихо может заплатить Все таки Не самую Дешевую цену Посмотрим Минус 1 медивак Минус 2 медивак Ну вот собственно И размен 200 газа На 200 газа 2 центре На 2 медивака Я не думаю Что Гумихо Должен быть так уж Доволен подобным Разменом Тем более Что все таки У соперника Экономика лучше 5-6 газ у него есть И для протаса Восполнить эти потери Все же намного проще Чем для терна Терна ждать Двух медиваков Дольше Чем протасу На варпе Двух новых Сентрея полетела Варп призма От классика Готовит он Контратаку Пожалуй Это действительно Единственное Чего ему не хватало По состоянию На эту минуту Какой-то Внятной Контратаки Уж больно Прижал соперника К его собственным базам Гумихо Гумихо вот так вот Просто взял И две минки Дропнул И на этот раз Оборона Классика Дала сбой У него тут есть Фотонная пушка Но у него не было Обсервера Над армией соперника Он не сумел Своевременно Обнаружить Этот выход Гумихо Вот этот выход Кстати говоря Терна уже Не настолько Убедительный Мне кажется Здесь снова рискует Гумихо Рискует получить Блинк Тем не менее Минус 9 Робовый Сейчас еще раз Может взорваться Мина Гумихо Отлично Соперника Харасит Классик все же Немножечко Проседает Сейчас по мультитаску Но объективно Говорят Перед ним Серьезные задачи Стоят И все-таки Пока все не так уж Здорово Для Гумихо Потому что Сейчас пойдут Контраатаки Гумихо Вот сейчас Должен был заметить Да Замечает он Этот завар Подептов И тут Мина шикарная Какой урон Она наносит В итоге Классик Как раз Две мины У соперника Забрал Разменял их На двух адептов В этом В общем-то Ограничился Стоимость адептов И мин в целом Похожа Поэтому наверное Это нормальный Для него сценарий Ну и теперь что Классик хочет Соперника поджать Пошли вперед Сталкеры Пошли вперед Адепты Сэндри Есть вар призма Гумихо Очень вовремя Почувствовал Что возможно Соперник Перестраивается Именно в агрессивный Формат игры Традиционный Довольно для матча По ПВТ На этой стадии Ну Вы знаете Учитывая то Что апгрейды равные 1-1 на 1-1 И минка Только одна На карте Я бы не сказал Что у Гумихо Тут все так уж хорошо Да У него появляются Первые два либератора Это очень серьезно Но минки Минки нужны Против такого Сустава армии Минки очень сильно Нужны против того Что сейчас делает Протос Минок совершенно Нет в сражении Сэндри Очень здорово Отфокусил Гумихо Но не отфокусит он Вар призму Дотекание от соперника Будет поступать Прямо на поле боя Мина Вот одна Единственная Сиротлива Зависла в районе Третьей локации Еще две Есть Прямо на рампе Вот если Взорвутся Те две мины На рампе Тут для Гумихо Все будет неплохо Но зачем Классику туда лезть Мне кажется Классик А Так он еще и спокойно Все это дело Разминирует У него тут Апсервер Сталкеры Грамотно на халде Классику Сейчас достаточно Просто дома Поставить Четвертый Нексус Старгейты Готовить переход В темпесту Заказать Гради 2.2 И все у него Будет хорошо Вместо этого Все равно Пытается продолжить Агрессивный Формат игры И вот так вот Блинкаются Сталкеры Телепортировались Адепты Гумихо Пытается Отфокусить Сталкеров Не дать убить Либераторов И Либераторы Пока живут Но нет Последний Либератор уничтожен Вряд ли Гумихо Тут уже что-то Придумает Слишком много Адептов Нет минок Для того Чтобы Наносить Урон По этим Адептам И Арептит Арептит Гумихо 1-1 Становится Счет Классик Сумел В традиционном Протосовском Стиле На карте Даск Тауэрс Соперника Переиграть Ну Все же Справедливости Ради Не все тут Так просто Не в одних Адептах Дело Я думаю Мы с вами Сойдемся На той мысли Что Классик Блестяще Отоборонялся Абсолютно Безошибочно Держал Оборону Да Гумихо Есть над чем Подумать И Конечно же Гумихо Наверняка Карти Джаджмента Покажет нам Что нибудь Интересное Подготовит Какой-то Билд Ну а Классик Классик Должен быть Доволен собой По итогам Предыдущего Сета Молодец Классно Классик Играл От обороны Четко Об серверы Кругом Развешенные Варпризмой Контраатаковал Соперника Заставил Отступить Прижал его К собственным Локациям Минки Грамотно Отфокусил Помните Да Тот момент Когда два Адепта Были разменены На две Мины Так вот Там Куда Важно Куда Более Важно Было Не то Что это Юниты Примерно Одинаковые Стоимости А то Что Потом Эти Минки Могли Дать Сплэш По десяти Адептам Сразу Поэтому Тот Размен Был Очень И очень Хорош Для Классика И сейчас Дамы и господа Я поздравляю Вас Мы отправляемся На карту Джесл Джаджмент Впервые Я смогу Прокомментировать Дуэль Корейских Игроков На этой Карте Я весь Внимание Мы В третьем Сете Какая карта Вы посмотрите Как все Новое Интересное Незнакомо И MVP Чикинмару Гумихо Наш старый Добрый Знакомый Бывший Игрок Клана Фою И команды FX Open А также Команды CJ Энтус Будет играть Против Чемпиона GSL SSL Классик Чемпион Обеих Корейских Индивидуальных Лиг В битве Против Терна У которого Никогда Не получалось Побеждать На серьезных Старкрафт Соревнованиях Гумихо В коллекции Нет ни одного Серьезного Старкрафт Трофея Но У Гумихо Есть очень Высокий Уровень Игры Причем Стабильно Высокий Которым Он нас Радует Последние Несколько Лет Итак Вот она Карта Джаджмент И давайте Сразу Разбираться Что же Здесь Происходит Карта На четырех Человек Одна Башня Зелнага В центре Которая Контролирует Любые Способы Проехать От одной Базы На другую Кстати Если вы думаете Что я эту карту Первый раз вижу То вы жестоко Ошибаетесь Я как раз Кофером Кореи Готовился Я эту карту Разбирал И я ее знаю Поэтому У меня есть Что вам рассказать Так вот Башня Зелнага В центре Играет Просто Ключевую роль С помощью Этой Башни Зелнага Можно контролировать Абсолютно Ну как Я хочу сказать Абсолютно Все пути Единственный Путь Которым Можно Добраться От одной Из четырех Локаций На любую Другую Из этих Четырех Локаций То есть Все дороги Идут В Рим Все пути Ведут К этой Зелнаге Впоследствии Можно будет Пробить камни И таким Образом Вижен Зелнаги Обходить Но в начале Игры Это невозможно Поэтому контроль Зелнаги Будет абсолютно Ключевым Вплоть до Стадии Такого Мидлейтгейма Главная Особенность С точки зрения Экономики Заключается В том Что есть Кармашек То что мы На старкрафтерском Сленге Называем Кармашком То есть Локация Которая вам Дана По умолчанию Которую На которую Не нужно спускаться На которую Не нужно выходить Она у вас Есть Под носом К ней не ведут Никакие Дополнительные Пути То есть Сделав стенку На мейне Гумихо Сейчас перекрыл Себе путь И на Кармашек Это абсолютно То же самое Что вы видите Например На карте Даск Тауэрс Там такая же История Такой же Кармашек Есть И Там Там Очень удобно Брать Вторую Базу Затем Спускаться На Третью Но на Карте Джаджмент Брать Третью Базу Даже Удобнее Чем на Даск Тауэрс Поскольку Здесь Когда вы Спускаетесь Вниз К третьей Локации Там Есть Такие Камни Которые Позволяют Сузить Пространство Которое Вам Необходимо Защищать То есть Если на Даск Тауэрс Вы в любом Случа Защищаете Очень Широкий Проход То Здесь Вы Защищаете Проход Весьма Узкий Поэтому Например В матчапе ПВЗ Протасом Настолько Просто Брать Три Локации На Старте Что Мне кажется Совершенно Идеальная Карта Для Протаса Против Зерговой На Месте Зерговой Я бы Именно Джаджмент И Вычеркивал Постоянно В играх Против Протаса В матчапе ТВЗ Мне Эта Карта Мне кажется Какой-то Плохой В матчапе ТВП Мне Тоже Эта Карта Нравится Я считаю Что Тернов И Протаса В основании Вычеркивать Эту карту Нет Вообще Никак Поэтому Может Быть Если Игроки Все-таки Немножечко Внимательнее Начнут К этой Карте Относиться Если Они Перестанут Лениться И Начнут Ее Все же Активнее Тренировать Начнут Ее Активнее Готовить То Так как У нас Впереди Явно Очень Много Матчапов ТВТ ПВП И ТВП Мы Наверняка Увидим В общем Карту Джаджмент Еще Не раз И не два Но Это уже Зависит Не совсем От нас Давайте Смотрите Какие Оупенинги Выбрали Гумихо И классика У гумихов Все предельно Просто Он сыграл Через Командный Центр До Барака А дальше Будет Переходить Такой Весьма Специфический Микс Я так Понимаю Что он Собирается Просто Дропать Очень Активно Морпехов То есть С двух Бас Такую Серьезную Агрессию Проявлять Серьезное Давление Оказывать На Протоса Что Мне Очень Не Нравится Чтобы Мехо Как-то До сих Пор Мариков Своих Не Разделил И Всей Кучкой В 15 Морпехов Гоняется За одним Оракулом Из-за чего Оракул в итоге Сделал 5 Киллсов Это очень Много Это Очень Много И Это Явно Не по плану Серной Команды MVP Но зато По плану У него Выдвинутся Морпехами Скоро Прилетят К ним Медиваки А Морпехи Пока Скорее Всего Будут Разбивать Камни Я думаю Что Не Очень Резонно Здесь Пытаться Прорываться Вперед Рискуя Нарваться На форсфилды Поэтому С большой Вероятностью Гумихо Сначала Попробует Именно Пробить Камешки Это Сивишка Явно Хотела Поставить Третью Базу Но Оракулом Классик По-прежнему Работает Просто Великолепно Обратите Внимание На то Что Прото Строит Вуидрея С помощью Вуидрея Он будет Отбиваться От Дропов Будет Фокусить Медиваки Там Как-то По возможности Которые Будут лететь По левой части Карты И Гумихо Как мы и говорили Именно Камни Разбивает Еще Эпсервера Заметил Убил Молодец Очень в тему Получилось Сейчас конечно Хотел бы он Подразвести Соперника На форсфилды Или оверчарджи Но это было бы Слишком рискованно И Сейчас мы видим Налом Такой Весьма Весьма Опасный Стимпак Щиты Плюс один На атаку Все это имеется И пошел Вперед Гумихо Так очень неожиданно Пошел Неожиданно Для протаса Неожиданно Может быть И для нас Опа Классик явно Тут решил По ф2 окликать Сразу остался Без оракула Наказан За ф2 оклик Ой-ой-ой Куда на мину Прям классик Вот это Хороший залп Сейчас посмотрите Сколько там Раз, два, три, четыре Шесть адептов Без щитов Еще один адепт Сразу уничтожен То есть Мина продамажила Семь адептов Это очень серьезно И классик Начинает так Уже немножечко Страдать Посмотрите Тут как на Даск Тауэрс Очень удобно Между второй И третьей локациями Перемещаться на медиаках И по-моему Сейчас классик Просто умрет Ему чуть-чуть Осталось дотерпеть До апгрейда Плюс один На атаку И апгрейда На скорость Атаки адептов Но он не успевает Этим апгрейдом Еще немножечко Нужно времени А времени нет Ворпехи Вот они Смотрите Что вытворяют Да Минка еще и взрывает центри Не будет Гардиан Шилда И четко в момент Когда доделываются апгрейды У Протаса Гумихо заканчивает Игру в свою пользу Джи-джи Джи-джи Господа 2-1 Гумихо побеждает Классик отправляется В матч лузеров Гумихо сыграет ТВТ Против Тиуая В матче винеров Не то чтобы Джаджмент Плохая карта Но классик здесь Откровенно Сам себя переиграл Войдрей полетел Не туда Оракул отдался По Ф2 Аклику Мина нанесла Слишком жесткий урон Просто представьте Насколько сложнее Было бы дропаться Терну Если бы Войдрей находился Между второй И третьей базой Это был бы Совсем другой разговор И там так просто Уже не полетал бы Гумихо Но что уж Говорить в режиме Если бы ДК бы Не посмотрели мы На джаджмент В макро Зато посмотрели На очень мощную Тайминговую атаку От Гумихо И теперь Именно терн Команды МВП Сыграет против Ти Вая В матче Виннеров А классика Ждет Дуэль с Рогом В матче Лузеров Никуда не переключайтесь Смотрим GSL дальше